Доброе утро, дорогие мои коллеги-садоводы! Сегодня мы с вами поговорим о королеве цветов, о розе. Заморозки были, похолодание было и дождь был, а они цветут. Что же это за такие розы волшебные, которые не боятся морозов, не боятся перепадов температур и продолжают свистеть? Это канадские розы. Посмотрите, уже цветение полным ходом. Некоторые сорта даже отцветают. Многие пугаются и говорят, да это же не роза, это шиповник. Дорогие мои, все розы привитые, есть розы корни собственные, есть розы привитые. Корни собственные, это которые мы сами можем сделать с вами из черенка, даже из тех букетов, которые дарит нам наши мужчины. А есть розы, которые прививают, и прививают их в первую очередь на шиповник, чтобы они были очень и очень выносливыми и очень крепкими. Итак, если у вас побеги растут ниже места прививки, это шиповник, эти веточки нужно удалять. Все говорят так, если 5 листочков, это нормальная роза, если 7 листочков, это ненормальная роза. Смотрите, я вам показываю 7 листочков и 5, и 7 вот этой розочки. Это абсолютно нормальная роза, она канадская. Побеги у нее идут, давайте вот вытащу горшочек и покажу. Побеги идут выше места прививки, поэтому это очень комфортная, хорошая роза. И сегодня я хочу вам еще раз напомнить правила посадки роз в контейнерах. Если хороший производитель, то он изначально высаживает розы правильно. Что значит правильно? Обратите внимание, место прививки роз погружено в почву. Если роза вот такой посадки, то это правильная роза. Смело покупайте ее, несите в свой сад и сажайте ровно по уровню почвы, как она растет. Если видите какие-то гранулки там, это удобрение, пугаться не надо, это не болезнь, не насекомые вредители. Это именно удобрение, которое производитель добавляет в горшочек с розами, чтобы они активно росли. Можно в посадочную яму добавить комплексное минеральное удобрение, тем самым сразу дать питание. Роза очень любит хорошую плодородную землю, очень любит органические удобрения, но добавлять свежий навоз в посадочную яму не рекомендую. Мы можем добавить перегной, компост. Прекрасно есть компост и крупного рогатого скота, и конский компост, поэтому добавляйте. Хорошо бы еще сверху замульчировать, либо корой сибирской лиственницы. Сено, солома, все подойдет. Мульчируйте, чтобы ваша розочка чувствовала себя хорошо. Конечно, если взять кору сибирской лиственницы, то роза будет очень элегантно смотреться в цветнике. В следующий раз я вам обязательно расскажу, какие компаньоны подойдут для роз. Мы с вами будем пробовать, как миксовать розу не только в одном розарии, где рядом ее подружки все растут, а какие растения еще будут полезны при высадке рядом с розами. Ну а сейчас идем в садовые центры, покупаем розы, сажаем строго по уровню почвы. И после посадки желательно пролить водичкой с добавлением препарата корневин. Один пакетик на 5 литров воды.